В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Сотрудников Видновского дома ребенка поздравили с Днем воспитателя. У вас очень нелегкое такое призвание. И без любви, и без души здесь просто невозможно. Обновление кровли и чердаков. В старом фонде города Видное активными темпами идет ремонт крыш. По улице Гаевского у нас попало два дома. Это Гаевская 10А и Гаевская 18А. Участниками 29-го выпуска проекта «Стихи живут» стали первоклассники одной из школ муниципалитета. Он ужасно испугался, что урок уж начался. В день воспитателей дошкольного работника глава муниципалитета Дмитрий Абаренов встретился с сотрудниками Видновского специализированного дома ребенка, чтобы поздравить с профессиональным праздником. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа «Слово» Натальи Буслаевой. В этом году Видновский специализированный дом ребенка отметил свое 80-летие. Учреждение было открыто в годы войны для детей, чьи родители ушли на фронт. Сейчас здесь трудятся 120 сотрудников разных специальностей, основная задача которых – помочь малышам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Учреждение однократно меняло свое название, подчиненность. Но оно всегда оставалось для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2012 года в учреждении открыто отделение комплексной медико-психолога педагогической реабилитации. И у нас появилась возможность специалистам нашего учреждения, они, поверьте, очень грамотные, они очень опытные, большой практический опыт, оказывать свою помощь и детям тоже психонерологического профиля, но и семей. Поздравить коллектив «Дома ребенка» с днем дошкольного работника приехал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Воспитатель, учитель, не повернется язык назвать эти профессии профессиями, это, конечно, призвание. Вам спасибо огромное, долгих-долгих лет жизни, здоровья, чтобы дома у вас все в порядке было. У вас очень нелегкое такое призвание, и без любви, и без души здесь просто невозможно. В торжественной обстановке глава округа вручил почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний труд сотрудникам учреждения. Почетной грамотой Московской областной думы награждается Петрова Любовь Ивановна, санитарка. В «Доме ребенка» живут более 100 малышей в возрасте до 4 лет с различными заболеваниями нервной системы. Здесь дети получают дошкольное образование, а также комплексную медицинскую и психологическую помощь. Логопед Лариса Прохорова пришла работать в специализированное учреждение в 1992 году, сразу после окончания института. Мне эта работа очень нравится, она интересная, и каждый ребенок – это новая задача, новый вызов мне как специалисту, потому что никогда нельзя подобрать единый алгоритм к разным детям. Основные задачи сотрудников «Видновского дома ребенка» – это социализация и укрепление здоровья своих воспитанников и по возможности подготовка детей к устройству в семью. У нас работает школа приемных родителей, и поверьте, у нас по 15-17 человек желающих, которые хотят взять ребенка в семью и подарить ему свое родительское внимание и заботу, они обучаются в школе приемных родителей нашими специалистами. Как отметили многие гости, пришедшие на мероприятие, труд этих людей особенный. Своей любовью и заботой они создают для малышей благоприятные условия, максимально приближенные к настоящей семье. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В продолжение темы «Свою профессию» воспитатель детского сада «Лесная сказка» Ольга Шумеева считает делом всей жизни. И вот уже на протяжении почти 40 лет дарят частичку своего сердца и души малышам. Работа воспитателя – кропотливый и каждодневный труд, требующий большой любви к детям, терпения и полной самоотдачи. Ольга Шумеева признается, она ни разу не пожалела о том, что выбрала эту профессию. И вот на протяжении этих почти 40 лет я всегда думаю, господи, какую хорошую профессию я выбрала. И дочку у меня, и дочку я туда же отправила в эту же сферу. И внучка, которая сейчас вот скоро заканчивает школу, я говорю, я вот, ну вот, я не думаю, что нет другой такой профессии, где бы я работала. У воспитателя детского сада «Лесная сказка» Ольги Михайловны Шумеевой – высшее педагогическое образование. Сначала она работала в школе, но потом решила, что заниматься с малышами ей намного интереснее. Что это, Андрюша? Писи. А это что за мир? Глупо. В логопедической группе Ольги Шумеевой – 30 человек. Воспитатель стремится сделать каждую минуту пребывания ребенка в детском саду увлекательной и полезной. Я всегда иду на работу, улыбаюсь, радуюсь, утром особенно. И мне доставляет большое удовольствие работать с детьми, видеть их любопытные, радостные глаза, когда читаешь какую-то сказку или играешь в какую-то игру. Еще героиня нашего сюжета учит своих воспитанников уважению друг к другу. Чтобы здоровались дети, чтобы были дружелюбны друг к другу, помогали друг к другу. Если кто-то кого-то там обидел, пожалели. Ну, в общем-то, как-то они на это откликаются. Но все же главное в ее профессии, считает Ольга Михайловна, – это любовь к детям. Когда они видят, что воспитатель их понимает, слышит, он становится им настоящим другом. Дети отвечают мне любовью. Наверное, правда, мне на лице, наверное, написано что-то. Потому что я, когда иду по улице, почему-то дети идут, вот так и оборачиваются на меня и улыбаются. Я всегда им... Ну, как-то вот, да, наверное, они чувствуют вот эту мою к ним любовь. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. В рамках программы капитального ремонта в некоторых домах Старого фонда города Видно сейчас активно идет реконструкция крыш. Меняются кровли и обновляются чердаки. Когда ждать окончания работ, узнала наш корреспондент Юлия Погасьян. Все те многоквартирные дома, где сегодня ведутся работы по замене кровли, старше 35 лет. Именно этот факт является решающим, чтобы фонд капитального ремонта выделил деньги на реконструкцию. Однако инициатива в первую очередь должна идти от жильцов. Далее по цепочке к ситуации подключается управляющая компания, которая и помогает собственникам взаимодействовать с региональным оператором. Цена одной новой крыши варьируется от 3 до 5 миллионов рублей. У нас в районе люди на самом деле хорошо оплачут капитальный ремонт. Но здесь особенность в том, что у людей может не хватать средств на счете накопленных за капитальный ремонт. Фонд им добавляет, но потом со временем он получает обратно эти деньги. То есть людям не обязательно накопить 5 миллионов на замену крыши. Они могут накопить, грубо говоря, 2, но фонд им все равно включит и сделает эти работы, если они, правда, необходимы. Все работы контролируют сотрудники администрации Ленинского городского округа. По некоторым адресам реконструкция уже завершена, а на Гаевского в самом разгаре. По улице Гаевского у нас попало два дома. Это Гаевская 10А и Гаевская 18А. Уже выполнены работы по замене на улицу Садовая, дом 37. Там поменяли кровельное покрытие. И в основном у нас все работы по крышам проходят не только видно. Это и Развилка, и Молоково, и другие поселения Ленинского городского округа. Подрядная организация полностью меняет стропильные системы. Устанавливаются новые деревянные балки, пропитанные специальной огней и биозащитой. Кладут кровлю, выполняют сопутствующие работы. Подшивка карниза, монтаж снегозадержания, монтаж ограждения, обивка веншахт оцинкованным листом. Это что касаемо со стороны улицы. А то, что внутри, в чердачном помещении, мы веншахту оштукатуриваем, убираем мусор, утепляем перекрытие, то есть чердачное помещение. Работы ведутся с соблюдением закона о тишине. Конечно, некоторые неудобства жильцы все равно испытывают, но подрядчик находится в постоянном контакте с собственниками и пытается найти компромисс. Реконструкция всех запланированных крыш завершится к концу октября. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Улья Садовская. Видно этого. Во Дворце культуры города Видное прошел музыкальный фестиваль «Рок за здоровый образ жизни». Марафон продолжался более пяти часов. На сцене выступили восемь команд из разных городов. Подробность в репортаже Галины Житковой. Масштабный традиционный рок-фестиваль проходит в Ленинском городском округе уже 26 лет. На сцене выступают как уже ставшие корифеями музыканты, так и начинающие исполнители. Каждый старается донести до слушателя и зрителя свои истории любви и восприятия окружающей действительности. Все тексты песен, сама идея, заложенная в рок-движение, там может быть протест против каких-то моментов жизненных ситуаций. Но главный процесс у них – это как раз борьба с наркотиками. Потому что люди хотят заниматься своим любимым делом. В музыкальном марафоне было заявлено восемь команд из городов Видное, Подольск, Ступино и Санкт-Петербург. С первых минут фестиваля стало понятно, что концерт будет разноплановым и интересным. Каждый коллектив вышел на сцену с новинками своего репертуара. «Что тебя ждет? Штирый шторм, новый горизонт!» «Масштаб не стал, мне кажется, группа стала больше. И такие все...» «И сегодня отмечу звук. Сегодня был замечательный звук. Да, прям, прям, было отлично играть, да, мы вышли, прям, все, 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 как нам нужно». Еще со дня создания рок-фестиваль стал позиционировать себя как музыкальный праздник в поддержку здорового образа жизни. И эта встреча не стала исключением и прошла в рамках антинаркотического месячника. «Девиз прост рок за здоровый образ жизни. Так что хочу вам пожелать, чтобы вы стремились к здоровому образу жизни, берегли себя, слушали прекрасную музыку». Хедлайнером фестиваля стала музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Кирпичи». Коллектив создан так же, как и сам рок-фестиваль в 1995 году и заслужил популярность у поклонников своими ироничными текстами. «Очень хороший, интересный опыт, позитивный. Мы услышали много хороших коллективов, кстати сказать, нам понравилось. Аляска-24, отличный коллектив. Ну и кроме того, идея фестиваля против наркотиков, она близка, поскольку мы с самого начала нашего творчества эту идею продвигаем». Рок-фестиваль 2021 года останется в памяти зрителей яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями. Коллективу подарили всем гостям марафона мощный заряд музыкальной энергии. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В эфире телеканала Видное ТВ очередной выпуск проекта «Стихи живут», организованный сотрудниками районного историко-культурного центра. В ходе него представители различных коллективов читают стихи русских классиков. Нынешний выпуск посвящен Дню Учителя, а оживляли стихи первоклассники. В Видновском художественно-техническом лицее самый разгар учебного дня, но ученики первого В-класса нашли несколько минут, чтобы прочитать стихотворение Агнии Барто, которое называется «В школу». Организовать маленьких непосед задача нелегкая, но вполне выполнимая. «Готовились мы, ну, недели две, наверное, вот так вот готовились, репетировали. Нет, ну, дети молодцы, родители молодцы, все вовремя выучили, подготовили. Осталось просто только отрепетировать. Ну, и, соответственно, снять. Да, да, за что вам огромное спасибо». Стихотворение в школу Агния Львовна Барто написала в 1940 году, но переживания главного героя, мальчика Пети, наверняка близки и нынешним первоклассникам. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой курке отложной воротничок. Он проснулся ночью темный. Было только три часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в две минуты. Со стола схватил пенал. Папа бросился до гонку. У дверей его догнал. За стеной соседи встали. Электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру. До утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что твердит она урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски. И не может он на карте отыскать Москвы реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Это уже 29-й выпуск проекта «Стихи живут». Как правило, в нем участвуют люди взрослые, представители трудовых коллективов. Но нынешнее исполнение восхитило автора проекта Наталью Замарину. Все великолепно. Я просто даже не могу найти слов. Я просто знаю, как непросто организовать такое количество детей. Мне было очень отрадно, что дети, даже интонационно они были правы. Дети очень верно справились с этой задачей. В следующем месяце несколько учреждений округа будут отмечать юбилеи. К одному из них и приедет в гости проект «Стихи живут». К какому? Пока сюрприз. Максим Козлов, Кирилл Волнов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!